Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Вопрос Если человек, находясь еще в обране, когда в душе его действенны и греха благодать, приставится из мира сего, то куда поступает сей одержимый тем и другим? Ответ Поступает туда, где ум имеет свою цель и любимое им. Тебе, если постигают тебя скорбь или брань, должно только воспротивиться и возненавидеть. Ибо чтобы наступила брань, не твое это дело, а ненавидеть твое дело. И тогда Господь, видя ум твой, потому что подвизаешься и любишь Господа от всей души, в единый час удаляет смерть от души твоей, это нетрудно ему, и приемлет тебя в лоно свое и во свет. В единое мгновение времени исхищает тебя из челюсти тьмы и немедленно представляет в царство свое. Богу легко все совершить в одно мгновение, только ты имел бы любовь к нему. Бог требует от человека его делания, потому что душа удостоена быть в общении с божеством. Неоднократно приводили мы притчу о земледельце, который, потрудясь и вложив семена в землю, должен еще ждать свыше дождя. А если не явится облако и не подуют ветры, труд земледельца не принесет ему никакой пользы, и семя будет лежать без всего. Примени это и к духовному. Если человек ограничится только собственным своим деланием и не приимет необычайного для своей природы, то не может принести достойных плодов Господу. В чем же состоит делание самого человека? В том, чтобы отречься, удалиться из мира, пребывать в молитвах, в обдении, любить Бога и братью, пребывать во всем этом есть собственное его дело. Но если ограничится он своим деланием и не будет надеяться приять нечто иное, и не повеют на душу ветры Духа Святого, не явится небесное облако, не снидет с неба дождь и не оросит душу, то человек не может принести достойных плодов Господу. Написано же, что делатель, когда видит «разгу, творящую плод, отребляет ю, да множейший плод сотворит, а разгу, не творящую плода, искореняет и придает сожжению». Евангелие от Анна, глава 15, стих 2. Человеку должно, поститься ли он, пребывает ли в обдении, молится ли, делает ли что доброе, приписывать все Господу, говоря так, «Если бы не подкреплял меня Бог, то не мог бы я ни поститься, ни молиться, ни оставить мир». И Бог, видя доброе твое произволение, потому что и свое, естественными силами сделанное, приписываешь Богу, и Сам дарует уже тебе собственное свое, духовное, божественное, небесное. Что же именно? Плоды Духа, радование и веселье. Вопрос. «Но по еликусим подобные и плоды естественные, любовь, вера, молитва, то покажи нам различия, почему называются духовными?» Ответ. Собственно, твое, что сам ты делаешь, хотя и хорошо, и Богу благоприятно, однако же нечисто. Например, любишь Бога, но несовершенно. «Приходит же Господь, дает тебе любовь неизменную, небесную. Молишься ты, и в то же время естественно кружатся твои помыслы. А Бог дает тебе молитву чистую, совершаемую Духом и истинною». В видимом мире земля сама собою всего чаще приносит терния. Земледелец вскапывает землю, прилежно обрабатывает и засевает, однако же терния и непосеянные растут и умножаются, потому что Адаму по преступлении сказано «Терния и волчцы, возрастит тебе земля». Бытие, глава 3, стих 18. Земледелец снова трудится, выкапывает терния, они еще более умножаются. Понимая это духовно, по преступлении земля износит из сердца терния и волчцы. Человек возделывает землю, трудится, а терния лукавых духов все еще родятся. Потом сам Дух Святый вспомоществует человеческой немощи, и Господь в сию землю сердца влагает небесное семя и возделывает ее. И когда падет Господне семя, все еще родятся тернии и волчцы. Сам Господь и человек снова возделывают землю души, и все еще изникают и отражаются там семь лукавых духов, и терния, пока не наступит лето, не умножится благодать и не посохнут терния от солнечного зноя. Хотя порог пребывает в самом естестве, однако же преобладает там только, где находит себе пажить. Нежные стебли пшеницы могут быть заглушены плевелами. Но когда с наступлением лета растения сделаются сухи, тогда плевелы немало не вредят пшенице. Пусть будет 30 мер чистой пшеницы, но есть в ней примеси плевел, например, окажется их несколько горстей. Плевелы незаметны будут во множестве пшеницы. Так и в благодати. Когда дар Божий и благодать приумножаются в человеке, и богатеет он в Господа, тогда порог, хотя отчасти и остается в человеке, не может вредить ему и не имеет никакой над ним силы или никакой в нем доли. Ибо для того и пришествия и промышления Господни, чтобы нас, порабощенных, повинных и подчинившихся пороку, освободить и соделать победителями смерти и греха. Посему братья не должны удивляться, если терпят от кого скорби, чтобы освободиться через то от порока. И в Ветхом Завете Моисей и Аарон, имея священство, много страдали. А Каиафа, восседая на их кафедре, сам преследовал и осудил Господа. Однако же Господь, внушая уважение к священству, попустил сему быть. Подобные пророки гонимы были иудейским народом. Наконец, Петр стал преемником Моисеевым, когда вверены ему были новая Церковь Христова и истинное священство. Ныне есть у нас крещение огнем и духом и обрезание, совершаемое в сердце, потому что Божественный и Небесный Дух обитает в уме. Но и сии совершенные, пока пребывают в оплоти, не избавлены от забот по причине свободы и состоят под страхом. Почему и попускаются на них искушения? Когда же душа войдет вон и град святых, тогда только возможно прибыть без скорби и искушений, потому что нет там заботы или скорби или труда, или старости, или сатаны, или брани, а есть там покой, радость, мир и спасение. Там посреди их Господь, Который именуется Спасителем, потому что спасает плененных, именуется врачом, потому что подает небесное и божественное врачевство и исцеляет душевные страсти, в некоторой мере господствующие над человеком. Словом сказать, Иисус есть Царь и Бог, а сатана мучитель и злой князь. Сверх того, Бог и ангелы его хотят, чтобы человек сей был с ними во царстве, а подобно дьявол и ангелы его хотят, чтобы он был с ними. Посему душа находится посреди двух существ, и на какую сторону преклонится душевная воля, сыном той стороны и делается человек. Если отец посылает сына своего в чужую землю, где встретятся ему на пути звери, то дают ему яды и противоядия, чтобы, когда нападут на него звери и змеи, дал им яд и умертвил их. Так и вы старайтесь приять небесное врачевство, целебное для души и служащее ей противоядием, чтобы им умерщвлять едоносных зверей, нечистых духов. Ибо нелегкое дело приобрести чистое сердце. Много нужно человеку борения и труда, чтобы чистыми иметь совесть и сердце и всецело искоренить в себе зло. Бывает и то, что в ином есть благодать, а сердце еще не чисто. Потому и падали падавшие. они не верили, что с благодатью пребывает в них дым и грех. Все же праведники, идя тесным и узким путем, до конца благоугождали Богу. Авраам богат был по Богу, а в отношении к миру называл себя землей и пеплом. Бытие глава 18, стих 27. И Давид говорит о себе. Поношение человеков и уничижение людей, червь, а не человек. Псалом 21, стих 7. Подобно все апостолы и пророки злострадали, были укоряемы. Сам Господь, Который есть путь, и Бог, пришедший не для себя, а ради тебя, чтобы соделаться для тебя образом всего доброго. Смотри, в каком пришел уничижении. Зрак раба приял Бог, Сын Божий, Царь и Сын Царев. Он подает целительные врачевства и врачует язвленных, а по внешности является как бы одним из язвленных. Но не пренебрегай Божие величие, когда видишь его по внешности уничиженным и как бы подобным единому из нас. Ради нас, а не ради себя, явился он таким. Рассуди, не пач или всех уничижен был он в тот час, когда выпияли, распни, распни его, истекался народ. Как в мире, если над каким злодеем произнесен приговор князем, то весь народ гнушается им и уничижает его. Так и Господь во время распятия, как человек осужденный умереть, ни во что вменяем был фарисеями. И когда также плевали на лице его, возлагали на него терновый венец, били его полонитом, не превзошло ли сие меру всякого уничижения? Ибо написано, «Плещи мои вдах на раны, лица же моего не отвратив от студа заплеваний и ланит моих от заушений». Книга пророка Исаии, глава 50, стих 6. «Если же Бог приял столько поруганий, страданий и уничижения, то сколько бы не смирял себя ты, по природе тина и смертный естеством, не сделаешь ничего подобного владыке твоему. Ради тебя Бог смирил себя, а ты ради себя не смиряешься, но превозносишься и кичишься. Он пришел на себя взять скорби и тяготы, тебе же дать покой свой, а ты не хочешь понести трудов и пострадать, чтобы через это могли исцелить твои язвы. Слава страданию и долготерпению его вовеки. Стихи 29-31 Горе вам книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуйте, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Возвещает им горе не за то, что они созидают гробы для пророков, это дело Бога угодное, но за то, что делая это лицемерно и осуждая отцов своих, они поступали хуже их, превосходили их нечестием и, очевидно, лгали, когда говорили, если бы мы были во дне отцов наших, то не убили бы пророков, ибо они хотели убить самого Господа пророков. Поэтому Христос говорит стихи 32 и 33 «Дополняйте же меру отцов ваших змеи порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену». В словах Господа «Дополняйте же меру отцов ваших» заключается не повеление и не понуждение убить его, но следующая мысль «Поскольку вы имеете змеиные свойства и происходите от таких же отцов, и уже низверглись в такую глубину зла, что остаетесь неисцелимы, то вы скоро превзойдете своей злобой отцов своих. Это будет тогда, когда убьете меня. Тогда вы исполните меру зла, совершив убийство, которого не сделали и отцы ваши. Будучи столь злыми, как избегнете вечных мук». стих тридцать четвертый «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Господь обличает фарисеев, говоривших лживо, «Если бы мы были во дни отцов наших, то не убили бы пророков». «Вот, я, говорит, он посылаю к вам пророков, мудрых и книжников, однако вы и их убьете». Господь говорит об апостолах, ибо Дух Святый, исполнивший их, соделал их книжниками, пророками и учителями людей. Посылаю, говорит, означай сим божество и власть свою. Стихи 35-36 «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Говорит Господь, что на тогдашних иудеев должна была прийти всякая кровь, неправедно пролитая, ибо они имели быть наказаны более, чем отцы их. Так как невразумились и после таких примеров, подобно как Ламех после Каина, был наказан более его, хотя и не убил брата, потому что невразумился примером Каина. «И так придет, говорит Господь, на вас вся кровь от Авеля до Захарии». Благовременно здесь Господь упомянул о Бавеле, ибо как Кавель был убит по зависти, так и сам Христос. Но о каком Захарии упоминается здесь? Одни говорят, что этот Захария один из двенадцати пророков, а другие видят в нем отца предтечи. Предание говорит нам, что в храме было место, где стояли девы, и Захария, будучи первосвященником, поставил на этом месте Марию Богородицу после того, как она родила Христа. Иудеи, негодуя за то, что он поставил родившую жену между девами, за это и убили его. Неудивительно, что его отца предтечи отец назывался Варахией, как и у Захарии, одного из двенадцати пророков, имя отца было также Варахия. Могло случиться, что как они были соименниками, так и отцы их. Стихи тридцать седьмой, тридцать девятый. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. Жалея об Иерусалиме и обращаясь к нему со скорбью сердца, Господь дважды называет по имени этот град. Обещаясь навести наказание на него, он обвиняет его, как бы, какую возлюбленную, которая презирает любящего. Господь обвиняет Иерусалим в убийстве и в том, что этот град не хотел воспользоваться постоянным желанием Господа помиловать его, слушал более дьявола, отвлекающего его от истины, и не принимал Господа, приводящего к ней. Ибо ничто так не удаляет от Бога, как грех, тогда, когда бродетель приближает нас к Богу. Являя милосердие, Господь указывает, например, птицы. Но, поскольку вы не хотели, говорит он, то я оставляю храм пустым. Уразумеем отсюда, что ради нас Бог обитает и в храмах, и когда мы делаемся безнадежными, оставляются им и храмы. И так, говорит он, вы не увидите меня до второго пришествия, а тогда они не хотят поклоняться ему и скажут, благословен гряды. Слово отныне значит после распятия, а не после того часа, в котором он говорил это, ибо они часто видели его после того, как он сказал сии слова, а после распятия они уже не видели его, и не увидят до то ли, пока не наступит время второго пришествия. Гори вам, книжницы и фарисеи, лицемери, якоззиждите гробы пророческие и красите раки праведных и глаголите «ащебыхом были во дни отец наших, небыхом убообщницы им были в крови пророк». Христос говорит горе книжникам и фарисеям не потому, что они строят гробницы и осуждают отцов своих, но потому, что, как в первом случае, так и в притворном осуждении отцов своих они поступают хуже их. А что осуждение их было притворное, об этом говорится у Луки, где они называются сообщниками отцов, потому, что они строят гробницы. Горе вам, якоззиждите гробы пророк, отцы же ваши избиши их, убо свидетельствуйте и соблаговолите делом отец ваших, якотии убо избиши их, вы же зиждите их гробы. Евангелие от Луки глава 11 стихи 47 и 48 Здесь Христос осуждает их намерения, с каким они строили. Именно они строили гробницы не в честь убитых, но как бы хвалясь убийством и без опасения, чтобы свидетельство и память о такой их дерзости с течением времени не погибли вместе с разрушившимися памятниками. Строили гробницы, воздвигая великолепные здания как бы трофеи и тем показывали, что они поставляли для себя славу в преступлении отцов своих. Действительно, как бы говорит Христос, настоящие дерзкие ваши поступки показывают, что и это вы делаете с таким же намерением. Хотя вы, говорит он, под предлогом обвинения отцов ваших и говорите противное, то есть, что мы не были бы сообщниками их, если бы жили в те дни, но явно с какой мыслью вы говорите это. Потому-то Христос, обнаруживая это намерение, так объясняет его. Сказав глаголите «ащи быхом были во дни отец наших, не быхом оба общницы им были в крови пророк», присовокупил «тем же сами свидетельствуйте себе, яко сынови есть те избивших пророки». Евангелие от Матфея глава 23 стихи 30 и 31 Но какое преступление быть сыном убийцы, если этот сын не участвует в намерении отца? Никакого. Отсюда очевидно, что Христос говорит им это для того, чтобы дать знать об участии их в злодеянии отцов их. Это доказывают и следующие слова, которые он присовокупил. Змея порождение ехидного. Евангелие от Матфея глава 23 стих 33 Как ехидны по смертоносному яду уподобляются родившим их, так и вы уподобляетесь отцам вашим по убийству. Далее, обнаружив их намерения, неизвестные для многих, он подтверждает слова свои будущими дерзкими их поступками, о которых все будут знать. Сказав «тем же сами свидетельствуете себе, яко сынови есте избивших пророки», и тем самым дав знать, что он говорит об участии их в злодеянии, и что они притворно говорили небыхом оба общницы им, присовокупил «и вы исполните меру отец ваших». Евангелие от Матфея глава 23 стих 32 «не давая этим повеления, но только предвещая будущее, именно убиение его самого». Таким образом, обличив их и показав лживость слов, которые они говорили в защиту себя, именно что мы не были бы их сообщниками, в самом деле те, которые не удержались от убиения Господа, как бы пощадили рабов, усиливает после этого речь свою, называя их змеями и порождениями ехиднинами и продолжает «как убежите отсюда гиенны, отваживаясь на такие дерзкие поступки и отрекаясь от них и скрывая свое намерение». Далее, обличая их еще с большую силою иначе, он говорит, «А спаслю к вам пророки и премудры и книжники, и от них убиете и распните и биете на сонмищах ваших». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 34. А для того, чтобы они не сказали, что хотя мы распяли Господа, однако удержались бы от убийства рабов, если бы жили в то время, говорит, «Вот, я посылаю к вам рабов и самих пророков, но вы и их не пощадите». Это говорит Христос для того, чтобы показать, что нет ничего странного, если его убьют сыны в убийстве, обманах, коварстве и дерзких поступках, превышающие отцов своих. Кроме того, он показывает, что они и чрезмерно тщеславны, когда они говорят, что если бы мы жили во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их, говорят это под тщеславию и мудрствуют только на словах, а на деле поступают совершенно наоборот. Змея – порождение ехидного, то есть злые дети злых отцов и еще злее их. Христос показывает, что они отваживаются на гораздо большие злодеяния и в жестокости превосходят даже отцов своих, хотя и хвалится, что они не поступили бы так в подобном случае. И действительно, они оканчивают и довершают злодеяния. Те умертвили пришедших в виноградник, а эти убили и самого сына, и тех, которые звали на брак. Это еще говорит Христос и для того, чтобы отдалить их от родства с Авраамом и показать, что от этого нет никакой пользы для них, если они не будут подражать делам его. Потому и присовокупляет, как убежите от суда гиенны, подражая отцам своим в таких дерзких поступках. Здесь он привел им на память и обличительную проповедь Иоанна, потому что и он так называл их и напоминал им о будущем суде. Далее, так как ни суд, ни гиенны нисколько не страшили их, частью потому, что они не верили, а частью потому, что это представлялось в отдаленном будущем, то он обличает их настоящими случаями и говорит «Сего ради все аз послю к вам пророки и книжники и от них убиете и распните и убиете на сонмищах ваших, якода приидет на вы всяка кровь праведно проливаемая на земли, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, его же убийстве между церковью и алтарем, аминь глаголю вам, якобы приидут вся сия народ сей». Евангелие от Матфея глава 23 стихи с 34 по 36 Смотри, сколько Христос предостерегал их. Он говорил, «Вы осуждаете отцов ваших, говоря, что не были бы сообщниками их, и этим немало пристыжал их». Далее говорил, «Вы, осуждая их, поступаете еще хуже их, и это также достаточно было, чтобы посрамить их». Наконец, говорит, «Это не останется без наказания и тем самым наводит на них величайший страх, напоминая им о гиенне». Но так как до гиенны было далеко, то Христос представляет им настоящее бедствие и говорит, «Яко приедут народ сей, вся сия». Евангелие от Матфея глава 23, стих 36. С наказанием соединил Христос и величайшие бедствия, сказав, что они понесут наказание тяжелее всех. Но ни отчего не сделались они лучшими. Но если кто спросит, за что же они терпят наказание тяжелее всех, я сказал бы за то, что более жестоко и хуже всех поступают и ничем из прежде бывшего не вразумились. Уже ли ты не слыхал слов Ламеха? От Ламеха отмстись седмьдесят седмицею Бытие глава 4, стих 24, то есть «Я достоин больших наказаний, чем Каин». За что же? Ведь он не убил брата. За то, что не вразумился тем примером. То же самое говорит Бог в другом месте. «Отдаяй грехи отец начада до третьего и четвертого рода ненавидящим меня». Исход глава 20, стих 5, «Не потому, чтобы кто-нибудь из них нес наказание за чужие проступки, но потому, что после многих грешников и притом наказанных они не сделались лучшими, но подобно им предавались греху, а потому и достойны того, чтобы им терпеть одинаковые наказания». Но смотри, как кстати Христос напомнил им об Авеле, показывая, что и это убийство было сделано по зависти. Итак, что вы теперь можете сказать? Или вы не знаете, что потерпел Каин? Разве Бог оставил без внимания случившееся? Не подверг ли Он его жесточайшему наказанию? Уже ли вы не слыхали, что потерпели отцы ваши избившие пророков? Не преданы ли они были бесчисленным мучением и наказанием? Как же вы не сделали с лучшими? Но для чего мне говорить о наказаниях отцов ваших и о том, что они потерпели? Ты, который произносишь осуждение на отцов своих, почему хуже их поступаешь? Вы сами произнесли приговор, что злых зле погубит Евангелие от Матфея глава 21 стих 41. Какое же извинение будете иметь, отваживаясь на такие дерзновенные проступки после такого приговора? Но кто этот Захария? Одни считают его за отца Иоаннова, другие за пророка, а иные за другого какого-то священника, имеющего два имени, которого Писание называет и Иодаем. Ныне принято считать, что речь идет о сыне первосвященника Иодая. Вторая книга Паралипоменон, глава 24, стихи 20 и 21. Обрати внимание и на то, что это было сугубое злодеяние. Они не только убивали святых, но еще и в священных местах. И произнося эти слова, Христос не только устрашал их, но и утешал учеников, показывая, что и праведники еще прежде их тоже терпели. Устрашал же их предсказанием, что как те были наказаны, так и они понесут жестокое наказание. Потому и учеников своих называют пророками, мудрыми и книжниками, снова отнимая этим у иудеев всякий предлог к оправданию. Теперь, говорит он, вы не можете сказать, что я посылал из язычников и оттого вы впали в соблазн. Вас довело до этого то, что вы убийцы и жаждете крови. Поэтому он и сказал прежде, что я пошлю пророков и книжников. И все пророки обличали их в том же, говоря, что они кровь с кровью мешают и что они мужи кровей. Книга пророка Осии глава 4 стих 2 Вот почему Бог и требовал принесения крови в жертву себе, показывая, что если в бессловесном так дорога кровь, то тем более в человеке. Поэтому он и говорит Ною, я отмщу за всякую кровь пролитую. Бытие глава 9 стих 6 Можно найти бесчисленное множество и других доказательств на то, что Бог запрещает убивать. Потому Бог не повелел есть и чего-нибудь удушенного. О, как велико милосердие Бога, который, хотя и знал, что иудеи никакой не получат пользы, однако исполнял свое дело. Посылаю, говорит он, хотя и знаю, что они будут убиты. Таким образом, иудеи и здесь были обличены в том, что напрасно говорили, мы не были бы сообщниками отцов наших. И эти умерщвляли пророков в синагогах и не почитали ни самого места, ни достоинства лиц. Они умерщвляли не простых людей, но пророков и мудрых, чтобы не быть обличаемыми от них. Под именем же пророков Христос разумеет апостолов и их преемников, потому что многие пророчествовали. Потом, желая увеличить страх, говорит «Аминь!» «Аминь» глаголю вам, вся сия приидут народ сей, то есть все это я обращу на ваши головы и отмщу жестоким образом, потому что тот, кто видел многих согрешающих и не вразумился, но сам поступал так же, и не только так же, но и гораздо хуже, должен подвергнуться гораздо более тяжкому наказанию, чем те. Подобно тому, как если бы он захотел, то получил бы для себя громадную пользу и сделался бы лучшим, благодаря множеству примеров в других, точно так же, не исправившись, становится достоин большого наказания за то, что имел много случаев к вразумлению себя от людей, прежде согрешивших и уже наказанных, но без всякой для себя пользы. Вслед за этим Христос обращает речь к городу, желая таким образом вразумить слушателей и говорит «И Иерусалиме, Иерусалиме» Евангелие от Матфея глава 23 стих 37 Что значит это сугубое воззвание? Это голос милосердия, сострадания и великой любви. Как будто предлюбимую женщину, которую постоянно любили, но которая презрела любившего ее и через сто заслужила наказание, он оправдывается, когда намерен уже был поразить казнью. То же делает он и через пророков, когда говорит «Ирикох, обратись ко мне и не обратись». Книга пророка Иеремии глава 3 стих 7 Сделав такое воззвание к Иерусалиму, Христос исчисляет совершенные им убийства. Избив пророки и каменем побивая и посланные к тебе, коль краты восхотех собрать и чадо твоя, и не восхотесте. Евангелие от Матфея глава 23 стих 37 Защищая от преступлений против него, он говорит, что и всем этим ты не отвратил меня от себя и не отклонил великого благоволения моего к тебе. Напротив, я хотел и не однажды или два раза, но многократно привлечь тебя. Коль краты, говорит он, восхотех собрать и чадо твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под крыле и не восхотесте. Этими словами он хочет показать, что они всегда отдалялись от него по причине грехов. Сравнением же изъявляет свою любовь, потому что эта птица горячо любит своих птенцов. Такое сравнение пророков с крыльями везде и в песне Моисея и в псалмах означает особенное смотрение и попечение. «Но не восхотесте», продолжает он, «се оставляется дом ваш пуст». Евангелие от Матфея глава 23 стих 38 «То есть чужд моего покровительства». Итак, сам он прежде покровительствовал им, поддерживал, хранил их, сам он и наказывает их всегда. И теперь угрожает он наказанием, которого они всегда чрезвычайно страшились, так как оно указывало на полное нарушение их гражданского быта. «Глагу любу вам, яко не имоти мене видите от сели, донди жречете благословен гряды во имя Господне» Евангелие от Матфея глава 23 стих 39 «И это голос любви пламенный, сильно влекущий их не прошедшими только, но и будущими событиями, так как здесь он говорит о будущем дне своего второго пришествия». Но что, неужели они с этого времени не видали его? Говоря от сели, он указывает не на этот самый час, но на все время, которое протекло до его страданий. А так, как они всегда обвиняли его в том, что он богопротивник и враг Богу, то он и убеждает их любить себя тем, что показывает свое единомыслие с отцом и свое присутствие в пророках, а потому и употребляет те же самые слова, какие и пророк. Этими же самыми словами он предвещал и воскресение, и второе пришествие свое, давая разуметь даже и самим неверующим, что тогда они несомненно поклонятся ему. Но как он указал на это, предсказывая многое будущее, именно что пошлет пророков, что их будут убивать, и даже в самых синагогах, что сами они потерпят крайние бедствия, что дом останется пустым, что они подвергнутся ужасным несчастьям, каких прежде никогда и не было. Все это для самых бессмысленных и упорных могло быть ясным указанием на его второе пришествие. Спросим их, не посылал ли он к ним пророков и мудрых, не убивали ли они их в синагогах, не оставлен ли дом их пустым, не постигли ли род этот все наказания. Все это очевидно, и никто не будет спорить. И подобно тому, как сбылось все это, так сбудется и последнее его предсказание, и тогда, без сомнения, они покорятся ему. Но это нисколько не послужит им в оправдании, так же, как и всем, которые будут раскаиваться тогда ввиду разрушения их государства. Поэтому пока есть время, будем делать добро. Как для иудеев не будет тогда никакой пользы от прозрения, так и нам не принесет тогда пользы наше раскаяние в нечестии. Так и кормчему ничего не остается более делать, когда от его нерадения корабль погрузится в море, и врачу после смерти больного, но каждому из них надо бы прежде все обдумать и сделать, чтобы не подвергнуться никакой опасности или стыду. После же все бесполезно. И так и мы, когда больны, призовем врачей и сдержим деньги и приложим все старание, чтобы освободившись от болезни, быть потом здоровыми. И какое мы обнаруживаем попечение о рабах наших, когда они бывают больны телесно, такое же обнаружим и о себе самих, во время болезни души нашей. Мы к самим себе ближе рабов, и души наши лучше тела их. Но несмотря на это, мы едва ли прилагаем и такую же заботу о душе. Если же мы ныне не будем этого делать, то после смерти не будем в состоянии ничем оправдать себя самих. Нечем ничем душе ничем ничем ничем